Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас у меня на кухне. Большое вам спасибо. Я вам очень благодарна, что заходите ко мне в гости. Смотрите мои видео с рецептами. Я надеюсь, что какие-то из них вам будут полезны. И вы будете готовить эти блюда. Сегодня канун Пасхи. Светлый праздник. И я буду готовить куличи. Готовлю я их в последнее время бездрожжевые. На твороге. Раньше готовила, расстаивала тесто. Но в силу проблем со здоровьем я отказалась от дрожжевого теста. Конечно, обычно на Пасху я готовлю куличи бездрожжевые и пасхальную булку. Но в этом году я эту булку печь не буду, поскольку мы уезжаем в гости и будем праздновать Пасху в гостях. Я решила сделать только куличики. Итак, что для них нужно? Конечно, каждая хозяюшка имеет свой рецепт куличей. Я это прекрасно знаю. Но поскольку я буду готовить сегодня куличи, я решила с вами просто поделиться. Если вам понравится, может быть, и вы приготовите такой куличик. Так, прежде всего, творог. Здесь у меня 270 грамм творога жирного, 9% сухого. Я его буду сейчас еще подбивать немножко погружным блендером, чтобы превратить его в такую эластичную массу. Дальше. Мне понадобится 250 грамм муки, 100 грамм мягкого масла сливочного, 3 яйца, 150 грамм сахара, пол чайной ложечки соли. Я всегда в выпечку добавляю. И чайную ложечку сверху. Это где-то 7-10 грамм, наверное, разрыхлителя. Ну, как всегда, по ходу готовки я буду ориентироваться насчет муки. Поскольку яйца у всех разные. Творог тоже иногда бывает более влажный. Поэтому вот та разгромовка, которую я сказала, я буду сейчас использовать. А в рецепте под видео я все уточню, если будут какие-то изменения по ходу дела. Итак, я сейчас вас не буду задерживать в моменте перемешивания. Значит, как я сказала, я сейчас подобью творожок. Собью миксером вот таким ручным яйцам. Масло с сахаром. И когда все эти ингредиенты уже будут пробиты, я вернусь к вам и будем соединять все ингредиенты и добавлять муку. И расскажу, что буду делать дальше. Итак, друзья мои, я все соединила. Яйца, масло, сахар. Все здесь. Здесь подбила творожок. И сейчас все вместе буду объединять творог с яйцами и сахаром. И буду добавлять просеянную муку. Вот, собственно, и весь рецепт теста на этот творожный куличик. Куличик получается мягкий, такой, очень хорошо держит форму. Так что этот рецепт, я думаю, вам тоже понравится. Так, сейчас я буду вот так постепенно. Чуть-чуть вот так. Вначале половину, а потом вторую половину. Добавлю. Вот так. Чуть смешала. И вторую половину. Я все-таки рекомендую перед тем, как готовить, все-таки творожок обязательно подбить блендером. Для эластичности тогда куличик получается более такой воздушный. Нету этих творожных крупинок. Хорошо подходит тесто. Все. Все добавили. Смешиваем дальше. Взбивать здесь ничего не надо. Здесь надо просто хорошо смешать. В муку добавляю разрыхлитель. Чайную ложку. Это где-то 10 грамм примерно. Так, сейчас ложечки чуть-чуть смешаю прямо. Вот так. И буду постепенно добавлять муку. По чуть-чуть. Когда смешаю, все тесто будет готово. Опять вернусь к вам. Покажу, что делаю дальше. Ну вот, друзья. На этом этапе все. Я смешала все ингредиенты. Сейчас я вам покажу, какое тесто получается. Вот такое оно где-то должно быть. Не меньше, не больше. А у меня ушло ровно 250 грамм муки просеянной. Так что все хорошо. Не пришлось ни добавлять, ни убавлять. Все. Очень хорошая консистенция теста получилась. Вот. Сейчас сюда я добавлю сушеную клюкву. Ягодки. В тесто. Где-то, ну, грамм 50, наверное, всего сушеных. Вы добавляете, если у вас есть цукаты, добавляйте цукаты. Я люблю с сухофруктами, поэтому я добавляю всегда клюкву. Мне этого достаточно. А украшать, как украшать я буду, я сейчас вам покажу. Чем и так далее. Вот. Все. Смешали. Вмешали сухофрукты. В данном случае клюковка. Может, еще чуть-чуть. Очень много тоже не надо. Да, я вам не сказала, наверное, когда я смешивала все ингредиенты, я добавила чайную ложечку ванильного сахара. Без верха. Ванили. Вот все. Здесь у меня подготовлены формочки для куличей. Я подготовила пока две. По-моему, поскольку я помню, это на две таких пасочки получается тесто. Ну, сейчас посмотрим. У меня есть в запасе еще. Так что не волнуйтесь. Все испечем. И сейчас я буду выкладывать тесто на до половины формочки. Сейчас я выложу все аккуратненько до середины. Духовочка разогревается 180 градусов. Буду выпекать где-то минут 45-50. Ну, будем смотреть. Сейчас я выложу. Ну, вот, друзья, у меня получилось две формы. Они у меня 12 сантиметров в диаметре. Если у вас маленькие такие, для маленьких куличков, значит, их получится 4 штучки маленьких. Вот все. Формы смазаны маслом. Отправляем в духовку на 40-45 минут. Буду смотреть. Если верх у вас начинает пригорать, замечаете, накройте фольгой еще сверху. Или пергаментной бумагой, смоченной в воде лучше всего, чтобы не дать пригореть вверху. Вот и все премудрости. Когда будет выпекаться, я к вам вернусь и покажу, какую я помадку делаю для куличиков. Глазурь. Вот, друзья, 46 минут мне понадобилось. Куличи готовы. Их немножечко разорвало. Они хорошо поднялись. Сейчас я дам им чуть-чуть остыть. А пока они остывают, я вам расскажу, как я делаю помадку для этих куличей. Очень простую, очень быструю. Для этого мне нужна будет обыкновенная сгущенка, сухое молоко, лимонный сок, 2 чайных ложечки, чуть-чуть, может быть, понадобится водички. И, собственно, все. Показываю, как я буду делать орешков. Я приготовила еще коричные палочки и орешки для украшения. Здесь вот у меня есть мандаринки засушеные. Я сорвала во дворе свежих цветочков. Какую-то композицию на украшение придумаю. Значит, выливаем сюда сгущенку. Значит, здесь 150 грамм сгущенки. Вот я отмерила на весах. И сейчас по чуть-чуть. Здесь у меня 4 столовых ложечки сухого молока без верха. И вот сейчас я постепенно буду вводить сюда это молочко. Посмотрим. И все время размешиваю. Доводить я эту массу буду до такого густого состояния. Но для того, чтобы покрыть куличики, нужна все-таки такая более жидкая масса. Поэтому вот в качестве растворения, ну, чтобы растворить, немножко пожиже сделать, будет добавлен лимонный сок. И, если нужно будет, можно добавить немножечко водички. Значит, вот из этой порции теста получилось вот два кулича. И помадку я, конечно, делаю из расчета на два куличика. В описании я дам все пропорции, сколько у меня продуктов ушло на это дело. Я думаю, даже сейчас... Берем и очень хорошо все смешиваем, чтобы молоком... Добавляем сок, чтобы дать чуть-чуть кислинки. И опять берем вот так очень хорошо. Можно, конечно, миксером, но не хочется жужжать. В принципе, нет необходимости. Можно прекрасно венчиком все сделать. Все прекрасно. Эта помадка очень хорошо застывает. К ней потом ничего не липнет. Вначале, да, вначале она такая эластичная. Но вот это очень хорошо для украшения. Вы можете прилепить все сухофрукты, цукаты, что там у вас есть. Все украшения и оставить на полчасика. У нас все застынет прекрасно. Может даже и быстрее. Ну вот, друзья, по-моему, все хорошо. И воды не надо мутить. По-моему, так нормально. Сейчас посмотрим. Я хочу один куличик открыть. Вот этот, который немножечко больше пригорел. Сейчас его открою. Вот так. Прекрасно поднялся кулич. Все хорошо. Вот так. Сейчас поставим блюдо, на котором будем украшаться. Вот, смотрите. Сейчас я возьму свою любимую ложечку. Ложечку-поливайку. Вот такую. Все-таки она густеет, эта масса. Сейчас чуть-чуть водички. Молоко растворяется. Вот так. Ложечку положим. Наложечку возьмем. И вот так. Начнем поливать сверху. Она прекрасно растекается. Смотрите, как красиво, ровненько. Не надо ничего размазывать. Она сама растекается. Ну, просто кулич еще очень горячий. Еще он не остыл полностью. Поэтому это еще дает такое. Пусть стекает. Будет красиво. Потом в шорт-видео я покажу окончательный вариант, как я его украсила, как я украсила эти куличики. Но, поверьте мне, они не хуже, чем дрожжевое тесто. Очень вкусно. Очень так сдобно все равно получается, несмотря на то, что здесь нет дрожжей. Вот так. Вот. Прекрасно. Все это я потом перенесу на другое блюдо. Вот. Вот такое такая помадка. Очень вкусная помадка. Украшать я буду вот так. Смотрите. Положу орешков. Все натуральное. Я не очень люблю эти всякие посыпки искусственные, цветные. У меня так лучше всего натуральное что-то. Орешки. Немножко. Еще. Сушеные клюковки. Несколько штучек. Вот так. Оставим вот так. Потом в начале палочки. Положим молочки. Коричные. кусочек цитруса. Кусочек цитруса. И ставим сюда пару цветочков свежих. Они, конечно, не съедобные, но просто для украшения. Потом можно будет выкинуть. так, чтобы оживить чуть-чуть нашу композицию. вот такой красивый куличик получился. Сейчас покажу. Вот. все натуральное, все красивое. Можно сюда еще и сушеных абрикосов. В общем, все, что придет вам в голову, как вам ваша фантазия подскажет. Украшайте, как хотите. Я желаю вам удачи в приготовлении такого, таких куличей. естественно, я с удовольствием хочу поздравить вас с наступлением, с преддверием светлого праздника, светлой Пасхи, Христового Воскресения. Желаю вам здоровья, добра, удачи. Ну, а коли Бог даст, будем живы и здоровы на следующий год, я вам покажу еще и пасхальную как я пеку пасхальную булку. Вот, а сейчас до встречи, приятных вам, красивых вам праздников. До новых встреч!